Ребятки, день добрый! Многие спрашивают о маленьком, недорогом, но добротном и высокотехнологичном автомобиле исключительно для городской суеты. Специально для вас крупный автохолдинг Great Wall и его дочерное предприятие Aura представили очень интересный экземпляр. Присаживайтесь поудобнее, приготовьте себе чайку. Сегодня у нас на обзоре Aura Good Cat. Итак, перед вами субкомпактный электромобиль, способный проехать рекордные 500 км по циклу NADC как для своего размера. В этом году уже стартовали продажи и на европейском рынке, но под названием Funky Cat. В комплектации GT предлагают двигатель мощностью 184 л.с. с разгоном 7 секунд до 100. Снаряженная масса автомобиля 1500 кг. Внутри очень приятный интерьер и достойное оборудование. Автомобиль умеет парковаться сам. За максимальную комплектацию просят 25 тысяч долларов. И это первый китайский автомобиль, который при такой цене дает пожизненную гарантию. Дверь такая тяжеловатая, не очень тяжелая. Тяжелее, чем у Kia K5 точно, но полегче, чем у немецкой тройки. Это у нас мягкий пластик. Это кожзам. Не скрипит. Шесть спикеров. Интересный дизайн, согласитесь, интересный. Все сидения тоже кожзам. Приятный кожзам. Приятный, не дешевый. Электрорегулировки и переднее сидение имеют массаж, вентиляцию и подогрев. Непонятный материал. Закос под алькантару. Но это точно не алькантар, но очень похоже на ощупь. И мягкая на ощупь. Потолок обтянут обычной тканью. Здесь на магнитике кошечка. На магнитике. Ага, вот так. Ничего себе. Интересно, да? То же самое, да? И на магнит. Беспроводная зарядка, ниша, рычаг переключения передач в виде шайбы. Выглядит вот так. Здесь есть ниша, два подстаканника и два зарядных порта. А вот так выглядит зеленый интерьер. Что скажете про этот дизайн? Согласитесь, интересно, да? Во-первых, во-первых, свобода для правого колена. Это очень круто. Во-вторых, они взяли, обтянули торпеда. Напомню, материалом таким похожим на алькантару на ощупь. Причем он мягкий. И это правильное решение. Оно додает такое, знаете, породистости машине. И мне кажется, среди всех цветов интерьера, которые можно выбрать, именно эта компоновка самая интересная. Руль небольшой и симпатичный. Все кнопки нажимаются очень хорошо, приятно. Ничего не хрустит, ничего не скрипит. Вообще, честно говоря, до чего не дотронься, все очень приятно нажимается. Воздух механический. Два экрана. 11 дюймов, 12 дюймов. Разрешение HD. Все работает быстро, ничего не зависает. Мне показалось, что здесь Герц 60, не больше. Картинка самая средняя. Давайте так, самая средняя, как мне кажется, сегодня есть уже покруче экраны на рынке, разрешение HD. Да, понятно, да. Карта. Довольно-таки быстро работает, не тормозит, не плавает карта, как вы видите. Кстати, этой кнопкой можно выключить звук в машине. Можно смотреть фильмы, оформить подписку, смотреть фильмы. Давайте что-нибудь включим. Кстати, ребята, горный центральный Китай, он, конечно, потрясающий. Очень красивый. Так, ладно, понятно, да. Есть тут даже TikTok. Вот, есть TikTok. Настройки автомобиля. Английского языка, к сожалению, нет, но здесь по картинкам все понятно. Подогрев, вентиляция, массаж. Правое сидение. Подогрев, вентиляция, массаж. На главное меню выведены основные виджеты. Телефонная книга, аккаунт ваш, радио, настройки автомобиля, температура, музыка, карта. Вот. Здесь управление климат-контролем, к сожалению, оно все на экране. Можно вот так быстро включать скорость вентилятора. Можно вот так быстро менять температуру, повышать, понижать. Вот. И направление обдува. Честно говоря, даже удивлен. На 25 тысяч долларов дали очень адекватную мультимедиу. Есть все фишки, которые есть в 22-м году. Ничего не тормозит, не глючит, но разрешение HD. Приборка водителя выглядит вот так. Согласитесь, интересный дизайн. Все эти иероглифы, это просто наклейка. Сверху они снимаются. Сюда вывели 4 кнопки. Запустить мотор. Вот. Включить-выключить кондиционер. Обдув лобового стекла. Подогрев заднего стекла. Хорошо все нажимается. Не скрипит. Слышите звук. Хорошо работает. Сюда поместили Face ID. Узнает водителя. Подвигает под него сидение. Дает доступы. И следит за усталостью. Когда почувствует, что вы устали, сделает музыку громче, даст какие-то сигналы. В общем, разбудит вас. Здесь есть встроенный видеорегистратор. Внутренняя камера и наружная. Автоматически все записывает. 8 гигов память. Как только она заполняется, удаляются файлы автоматически. Начинает записываться снова. Управление шторкой. И можно открыть люк. Лампочки и футляр для очков. Внутри обтянут ткань. Когда открываю дверь, сидение автоматически отъезжает назад. Сел за самим собой. Перед коленом. Кулак. Над головой. Над головой палец. Наклон спинки мне нравится. Сидеть удобно. Диван мягкий, комфортный. Подлокотника нет. Сзади все просто. Есть. USB порт. Багажник. Не очень много места. Два маленьких чемодана поместятся. Конечно, можно сложить коляску сюда складную. Либо один большой чемодан боком. Несмотря на то, что автомобиль все-таки высокий. 1596, согласитесь, это довольно высоко, как для такого класса автомобиля. Клиренс, к сожалению, всего лишь 12 сантиметров. Колеса 215, 50, R18. Спереди тормоза дисковые, вентилируемые. Сзади просто дисковые. 59 киловатт часов батарея на быстрой зарядке с 20 до 80 процентов за 30 минут. На противоположной стороне, на левом крыле, медленная зарядка за 9 часов. На тест-драйве сегодня у нас GT-версия. Как видите, в комплектации GT другие диски и суппорта покрашены в красный цвет. Сразу хочу отметить, что несмотря на маленькие размеры, чувствуется вес автомобиля. Снаряженная масса 1500 килограмм. Кстати, столько же весит Toyota Camry, которая намного крупнее. Конечно же, это благодаря тяжелой батарее по центру. 59 киловатт часов для автомобиля такого размера это очень много. И это дает отличную управляемость, практически как у профессионального спортивного автомобиля. Чтобы вы понимали, машину вообще не шатает. Подвеска MacPherson и она в меру упругая. Очень похожа на Volkswagen Golf. Но, естественно, рулится лучше. На плохих дорогах ее будет пробивать. Готовьтесь к этому. Поэтому смело меняйте колеса на 215, 60, R17. И даже на таких шинах у вас все равно останется неплохая управляемость. Это я вам точно гарантирую. Шумоизоляция, шумоизоляция, шумоизоляция. Самая средняя. Самая средняя, как у Corolla и Civic. Думал, будет лучше. Шумят колесные арки. Volkswagen Golf потише будет. Тормоза комфортные, не клюют. Но стоит нажать глубже и сразу появляется чувство доверия к тормозной системе. Очень хорошо тормозит. Тормозной путь 30 метров и это отличнейший результат. Мощность. 184 коня у нас здесь с разгоном 6,9 секунд до 100. Для городского маленького автомобиля больше и не нужно. Зачем провоцировать водителя летать на такой маленькой машине? Это как минимум небезопасно. Кстати, хочу кое-что сказать. Часто вижу в ютубе, как автоблогеры, проверяя разгон автомобилей, начинают обвинять автокомпании в том, что они обманывают. И тот разгон, который на бумаге, по факту не соответствует действительности. Во-первых, эти автоблогеры точно опаздывают в разгоне как минимум на полсекунды. Сейчас поймете почему. Дело в том, что вместо них должен сесть опытный драгер, который умеет максимально зацепиться колесами об асфальт. Тот, кто в теме, тот поймет. А во-вторых, эти замеры нужно проводить только на максимальном заряде батареи. Конечно, было бы действительно справедливо, здесь соглашусь, если бы каждая компания делала пометку. Разгон, к примеру, возможен 3 секунды до 100, но среднестатистический водитель так не сумеет. Ну а чтобы совсем было по-честному тоже. Ниже еще одна пометка должна быть. Там написано, что если вы так не умеете, это ваши проблемы. Посадка. Как для меня, очень удобно. Свобода для правого колена, удобное кресло. Оно мне не кажется маленьким, кстати. Несмотря на то, что машина маленькая, оно мне не кажется маленьким. Оно полноразмерное. И это, кстати, удивительно. Я когда ехал на тест-драйв, я был почему-то уверен, что сидушка будет очень короткая. В общем, удивили, удивили, молодцы. В целом, очень информативно. Везде дотягиваешься, есть, естественно, голосовой помощник. Выполняет любые команды, но говорит только на китайском. Ладно, давайте подведем итог. Если бы сделали шумоизоляцию, как у немцев, и по дефалту поставили 60-й профиль, это был бы точно жесткий демпинг мини-куперу. Явно бы подубили ему продажи. Ведь главным козырем является не только цена, а еще и пожизненная гарантия. Ребят, я с вами прощаюсь. Если понравилось видео, ставьте же на лайк, подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы не пропустить следующие видеоролики. Ешьте свежие фрукты, пейте побольше воды и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok